МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире подробности будем говорить только о самом главном и важном, чем запомнится эта суббота, миру и Украине. Я Алексей Лихман. Штрафовать будут по-новому. МВД приготовило кнут и пряник для нарушителей на дороге. Потоп все смоет. Какие дела подмочила авария водопровода в здании Высшего совета юстиции? Бомба в кармане. США подстраховались мощнейшим аргументом на случай провала переговоров по Ирану. Киевские гаишники выбили кресло из-под начальника ГАИ Украины. Только вчера мы рассказывали вам о коррупционных схемах на миллионы и миллионы арестах в столичном управлении и бегстве его начальника. И вот сегодня Анатолий Серенко подал рапорт, а министр внутренних дел его принял. Кстати, ждет госавтоинспекцию не только новый руководитель. Грядут перемены и для гаишников, и для водителей. Чего ждать первым, поговорим немного позже. А вот сейчас о том, к чему готовится автолюбитель. Алла Матюшок о новых сюрпризах на дороге. Скандальные визири, письма счастья, удвоенные штрафы и видеофиксация. Чего только не выпадало на долю украинского водителя. Гаишники постоянно придумывали новые схемы нарушений и штрафов. Теперь собираются воспитывать не только кнутом, но и пряником. На какое-то время штрафы вовсе отменят. Вместо них ведут баллы. Каждому водителю начислят по 150. За нарушения их будут снимать. К примеру, не пристегнулся, минус 20. Проехал на красный, минус все 150. Когда счет обнулится, придется платить. Министерство финансов, я надеюсь, не будет возмущаться. Мы немного денег в бюджет потеряем. И в принципе, тут самое главное, не деньги в бюджет. Научимся вместе, как водить безопасно по новым правилам. Но штрафы тоже будут, потому что привыкать мы будем. Некоторые не будут, и эти 150 баллов обычно довольно быстро исчезают. Такой поощрительный приз многим водителям по душе. Но имея горький опыт общения с ГАИшниками, что-то в этом нововведении все-таки их настораживает. Идея классная, идея нормальная. Только не зрозумели механизмы, как они будут эти баллы нараховывать. Может, ДАИ придумаю новую схему. Мне нужно обнулиться, я взял, дал. Если бы они заставляли пузатиков сникать с дороги, мне бы было это немного прикольнейше, чем нововведение с баллами. Нарушения будут фиксировать в основном камеры видеонаблюдения. Их установят и на трассах, и в городах. В подтверждение водитель получит СМС и ссылку на видео своего же подвига. Также штраф можно будет оплатить на месте через терминалы, которые раздадут инспекторам. Есть еще один приятный момент для водителей. Им обещают оставить только минимальные штрафы. Так называемую вилку уберут. И вместо двух недель у нарушителей есть месяц, чтобы оплатить квитанции. Потом насчитывается пеня. Но вот что важно, за все грехи будет отвечать собственник автомобиля. Мы штрафуем машину, не водителя, потому что водитель может быть разным. Мы штрафуем собственника, который путем регресса может вернуть себе стоимость штрафа. Этот момент, считают юристы, нужно обсудить с общественностью. Нести ответственность кто-то за кого-то, ну извините, это самый глупый принцип. Вы хозяин машины, дали мне ее поездить. Я на ней там понарушал, на красный свет поездил, там что-то поприрушал. Приходит, к вам штраф. Ведут ли новые правила? И когда? Даже если законопроект поддержит депутаты, найдутся ли деньги? И сколько понадобится для установки камер, создания электронной базы, закупки терминалов. Но реформирование ГИИ ждут все, даже сами инспекторы. Все реформы завжди идут на краще. Я чувствую, что будет новый закон про полицию, там будет совсем все по-другому. То есть, практически ничего не залишится. Вы готовы тут такие решения? Если залишат на работе, то готовы. А это значит, процесс все-таки пошел. Алла Матюшок, Евгений Каминский, подробности, телеканал Интер. Требуют от ГАИшников не только штрафовать по-новому, хотят заставить их по-новому и службу нести. Не только ГАИ, все МВД. Чего ждать от новой полицейской службы и когда? Подробнее Валентина Левицкая. Высокие зарплаты и социальная защита, ликвидация ГАИ и МРЭО и полная независимость новых полицейских от политиков. Так в Кабмине собираются ломать сложившуюся годами систему МВД. Что будут делать, презентовали в Академии внутренних дел. В актовом зале курсанты в одной компании с министрами и депутатами. Руководство МВД рассказывает о пакете законопроектов. Новшества первым делом коснутся ГАИ. Вместо нее с середины июня в Киеве начнет работу патрульная служба. Ее задача контролировать ситуацию на улицах и помогать населению. Следом за столицей это внедрят и в городах-миллионниках. Начиная с того, кто-то потерялся, нужно показать дорогу. Да, это тоже функция полицейского. Кому-то нужна первая медицинская помощь. Да, это тоже функция полицейская. Нынешних ГАИшников уволят. Те, кому до 35, смогут переучиться в патрульных. Кто старше, предложат переквалифицироваться в участковых. Обещают зарплаты 8 тысяч гривен и соцпакет. Все работники полиции предназначаются через конкурс. Они имеют контракт на 5 лет. Нарештый закончится чехарда с приходом каждого политика у Министерства внутренних справ данного выборка у национального полиции. Когда официальная часть закончилась, прессу позвали на площадь. У входа в Академию две новенькие патрульные машины. Их специально пригнали к Академии. Для МВД пиар, для журналистов красивая картинка. И так же картинно за руль садится премьер. И первым делом пробивают штраф через терминал. Арсен Борисович, заплатите штраф, где вы? Вместе с министром едут по соседним улицам. Спустя 10 минут возвращаются к журналистам и сообщают. Успели засечь нарушителя. Мы сейчас ехали и система рубеж засекла одну машину, которая есть в вопросах. Да. По номерам выскочила. То есть если бы мы были при исполнении, можно было бы задерживать. На этом Кабмине, впрочем, никого перед телекамерами не задержали. И участники заседания мирно разошлись. Валентина Левицкая, Игорь Сулий. Подробности телеканал Интер. Пока правительство тест-драйв устраивало, в Днепропетровске от него требовали реформ. В городе состоялся уже второй марш социальной справедливости. Горожане протестовали против повышения коммунальных тарифов. Требовали от Кабмина привезти их зарплаты в соответствии со взлетевшими ценами. С плакатами и лозунгами митингующие проследовали колонной от центрального ЖД вокзала к мэрии. Напомню, впервые жители Днепропетровска вышли на подобный марш две недели назад. Свои требования в Кабмин передали через городских чиновников, но ответ от правительства не получили. Поэтому вновь собрались на акцию протеста. Я против повышения тарифов за коммунальные услуги. Не прошло и полгода, как это повышали, а теперь опять. Они нас обкрадывают. Проблема одна. Власть не слышит народа. Вот поэтому мы выходим. Сегодня был уволен глава Госфининспекции Николай Гордиенко. Такое решение принято на заседании Кабмина. Материалы служебного расследования были переданы в Генеральную прокуратуру. В частности, Гордиенко подозревают в злоупотреблениях во время проверки госкомпании. В свою очередь, сам глава Госфининспекции неоднократно заявлял, в том числе и в наших эфирах, о злоупотреблениях нынешнего правительства на сумму более чем 7,5 миллиардов гривен. МВД объявило в розыск сына бывшего украинского премьера Азарова Алексея. Подозревается он в получении взятки в особо крупных размерах. На официальном сайте МВД в разделе «Лица», которые скрываются от органов власти, указано, последний раз его видели 20 февраля прошлого года в Харькове. Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что расследуют уголовное производство по факту получения Алексея Мазаровым нелегальной выгоды в размере 7 миллионов 700 тысяч евро, 600 тысяч швейцарских франков и 500 тысяч долларов. Люстрация судей поплыла. Из-за прорыва водопроводной трубы затопило подвал Высшего совета юстиции. А здесь хранились личные дела судей, которых планировали привлечь к ответственности за репрессии против евромайдановцев. Случилось это в ночь с четверга на пятницу, но только вчера поздним вечером об этом написали некоторые СМИ. Подробности пытались узнать детали, но двери совета сегодня были закрыты наглухо и телефоны при службе молчали. Информацию косвенно подтвердил глава СБУ Валентин Наливайченко. Он заявил, что к уничтожению документов из-за якобы аварии чиновники прибегают не впервые, но это не поможет судьям-коррупционерам избежать ответственности. Разрушенные пески. Поселок, который благодаря киборгам стал символом украинской обороны. Даже во время перемирия тут не утихают бои. О том, что происходит в Песках сейчас, репортаж Станислава Кухарчука. Республика Мост. Так это место называют военные. До войны здесь планировали построить объездную дорогу вдоль поселка. Теперь это вторая линия обороны Песок. Наши бойцы привычно спокойно реагируют на выстрелы и разрывы. Здесь это частое явление. Больше всего хлопот от диверсантов. От них охраняет вот этот усовершенствованный раритет – пулемет Дегтярева. Переробили нам его, допомогли сделать волонтеры. Они его досконалили. И сейчас мы с ней воюем. Захищаем его в блок после. А какого он року? Ну, может быть, 46-го, последний рік, который он был. А это некогда центральная улица Песок. Хотя об этом тут уже мало что напоминает. Похоже, в селе не осталось ни одного уцелевшего здания. Бои здесь каждый день. Местоположенных в мирное время 60-ти наш водитель выжимает из машины вдвое больше. Дорога простреливается боевиками. На переднем крае Песок не осталось живого места. Выходить из укрытий опасно. При любом движении в поселке боевики моментально открывают огонь. Перемирие тут не наступало, рассказывает боец-позывный монархист. Накануне террористы обстреляли даже группу ОБСЕ. Это с Василька валят четыре пострелы подряд. Тури, тридцатый калибр, с БМП валят. Вот это внесло БМП. Один пострел и стоп вылетел. Перед последний раз, как ОБСЕ было, при них обстреляли бою. Их обстреляли, они в охранах были. Пользуясь временным затишем, на передний край смогли прорваться харьковские волонтеры. У наших бойцов сегодня будет шикарный ужин. А это жена-головцы готовила, а я тоже. А это наш пирожки, 200 штук, но мы уже отдали половину по дороге. Матушка наша тут мясо робила, котлетки. Нашим дорогим хлопчикам. Впрочем, затишье оказалось недолгим. Едва успеваем покинуть передовую, как боевики опять начинают артобстрел. Военнослужащий с позывным Тополь объясняет. Так диверсионно-разведывательные группы боевиков провоцируют украинскую сторону на ответный огонь. Происходит стрельба по нам, потом разворот на 108 градусов и стрельба по позициям, которые занимают незаконное вооруженное формирование ДНР. А кто это может делать? Какая-то сила, которая не хочет, вернее, желает сорвать эти договоренности. Пока украинские военные держатся, не отвечают. Режим тишины. Станислав Кухачук, Сергей Ковалин, Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Мой коллега Станислав Кухачук выходит с нами на прямую связь. Стас, здравствуй. Вот только что посмотрели мы твой сюжет о ситуации в Песках. Хороший материал, спасибо. А какая вообще ситуация на донецком направлении в целом? Да, здравствуй, Леш. Ситуацию на донецком направлении спокойной назвать явно нельзя. Только за последние сутки боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных. Сегодня поселок Майорск четыре раза подвержся минометным ударам террористов. Печальные новости из Авдеевки. Сегодня там погибли трое украинских военнослужащих. Еще двое получили ранения. Ребята подорвались на мине. В каком состоянии раненые, пока неизвестно. Важно также сказать, что сейчас по всей линии разграничения военные проводят разминирование минных полей. Дело в том, что местные жители активно готовятся к пассивной, а на местах боев все еще много неразорвавшихся вражеских снарядов и мин. Их саперы либо вывозят подальше от населенных пунктов, либо подрывают на месте. Ну и пока это все новости, Леш. Спасибо, Стас, за работу. Это был мой коллега Станислав Кухарчук из Донецкого направления. Как видим, перемирие Тихим там пока назвать все еще сложно. И о жизни на оккупированных территориях. Вот что сегодня нам рассказали жители Донецка и Луганска. Город отброшен в 90-е годы. Ни банков, никаких этих систем нет. Поэтому хорошего ничего нет. Что касается выплат. По зарплатам именно как учителей, врачей я пока не слышала, чтобы люди получали деньги. То есть как получили за октябрь. Кто 50%, кто там полную зарплату. И пока все. Что касается пенсии, выплатили в какой-то части в рублях. То есть люди уже на рынок несут рубли. Ну, как обычно, по курсу произошел обман населения. Потому что курс выставили один к двум. Много людей с оружием ходят. Гуманитарная помощь, видимо, из-за того, что риск увеличивать цены на продукты, содержит только полный литр басонечного масла. И очень много кроп и макарон. Дело в том, что масло нужно везде. Люди, часто те, которые живут только на гуманитарную помощь, не перевели пенсию на Украину, а таких 200 тысяч человек у нас, они готовят только на гуманитарных продуктах. И этого подсолнечного масла теперь не хватает. Местные, назовем, хорошо прохоронительные органы. Ну, просто с преступностью не справляются. Поэтому и не справляются с поиском огромного количества пропавших без вести. То есть непонятно, люди то ли на войне пропали, то ли какие-то чеченцы прибили, то ли еще кто-то. То есть люди пропали, людей не существует. Мы знаем, что в самом Баганске военные действия не велись. Люди, которые пропали, находясь в Лугатке, они пропали по вине вот этих боевиков, непонятных товарищей. Свои трудности у жителей прифронтовых населенных пунктов под обстрелами, без еды, воды. В поселке Бердянское по соседству с Широкиным это люди выживают в экстремальных условиях. Что и кто помогает продержаться? Подробности в нашем сюжете. Здесь нет воды, света, не работают магазины. В регулярном режиме только обстрелы со стороны боевиков. Жители Бердянского еще надеются, что в их поселок не зайдут террористы, как в соседнее Широкино. Много пенсионеров, которые живут. У нас очень много жителей, которые не выезжают. У нас почти под 80 жителей, которые... В основном 60, ну такие, которые живут даже при бомбежке. А 20, это которые перемещаются туда-сюда, ну тихо приезжают, громко уезжают. И так. И детки есть. Вот спасибо ребятам, что привозят пайки. Только за счет гуманитарки и выживают. В основном ее привозят сотрудники Красного Креста. Иногда, правда, кто-то из односельчан выезжает за продуктами. Для всех. Но их все равно не хватает. Проблемы и с питьевой водой. Мы привезли 58 продовольственных наборов. Это для жителей села Бердянское. Возим мы их каждую неделю. Ну еще хлеб и воду. Крупы стандартные. Сколько у вас? Одна улица со светом или две? Одна. Одна. Вот как раз та улица, где есть свет. В основном для них мы передаем такие наборы. Для прочих, помимо чая, мы передаем консервы. Прямо в поселке расположены и позиции наших военных. У них к сотрудникам Красного Креста особая просьба. Отвезти к ветеринару всеобщего любимца. Пса по кличке Пират. Этот постоянно возле нас был. Хороший пес, блин, нормальный. Что, захворал что ли? Да, видать, да. Тогда же когда обстрел был, уже контузило его. Не знаю. Отвезли пса в том же фургоне, откуда выгрузили гуманитарную помощь. Раньше, чем через неделю, эта машина здесь не появится. Привезет и продукты, и воду. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин, Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Украинская оборонка сегодня показывала командованию, чем способна обеспечить армию и нацгвардию. Принимал смотр верховный главнокомандующий. На полигоне под Киевом побывал и Максим Кошелев. На плацу военная техника, в основном украинского производства. От прицелов до зенитно-ракетных комплексов. Некоторые образцы представляют насмотр военного начальства впервые. Например, зенитно-ракетный комплекс. Это комплекс, который имеет глубокую модернизацию. Он выполнен одним из предприемцев Маккороборонфрома. И имеет очень значительные военные характеристики, что до выражения целый. Другие экземпляры презентуют повторно. Их дорабатывали по требованию потенциальных заказчиков, военных и нацгвардии. Например, бронеавтомобили БАРС оценивал лично верховным главком президент Порошенко. Супер! Я считаю, что реально мы имеем очень большой прогресс в отношении первых машин, которые мы получили 3-4 месяца назад. Особое внимание оборонки, помимо стрелкового оружия и бронетехники, системам разведки. Компании предлагают даже спутники-разведчики. Было бы финансирование. Протягом двух лет мы будем иметь в постоянном режиме разведки информации по всей территории Украины. Такого плану фактически сканеры не вставляются в Украину. Мы можем это сделать. А более простую технику уже передают войска на практические испытания. Собранный в Украине боевый квадрокоптер, который несет до одного килограмма. На отстань 3 километра летает. И мы его передаем для использования в аэромобильных войсках. Так, мы уже выучили десантники из 25-й бригады. Среди зарубежной техники прибывшие недавно в Украину американские бронированные Хамби. Их уже вооружили тяжелыми пулеметами ДШК. Первую партию получат десантники из 95-й бригады, которые уже оценили простоту и удобство этой машины. Автоматичная коробка передачи. Заводится очень легко. Итоги презентации подвел Петр Порошенко. Он считает, что Украина в сжатые сроки восстанавливает обороноспособность, которая уничтожалась 23 года. И оборонные предприятия дают работу тысячам украинцев. Ну и, конечно, оказывают поддержку военным в зоне АТО. Мы хотим продемонстрировать, что, несмотря на перемирие, несмотря на то, что украинские военные силы, выполняющие мой наказ, жестко дотримаются режимом припинения огня, в случае его порушения нет, чем дать ответ агрессору. Некоторые образцы техники сразу с полигона ушли в войска, другие еще предстоит доработать. Максим Кошелев, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. А оборонка американская протестировала супербомбу. Вес ее 13,5 тонн. Стоимость около 300 миллионов долларов. Почему ее назвали уже бомбой в кармане в переговорах с Ираном? И отчего так Москва завозмущалась? Расскажет мой коллега Дмитрий Иловский. Аналогов в мире нет. Это крупнейшая бомба из всех, которую когда-либо показывал Пентагон. Нечто среднее между противобункерными бомбами и ядерным оружием. Интересно, что разрабатывать ее начали накануне последнего раунда переговоров по иранской ядерной программе. Дипломатия, дипломатия, но нужно продумывать все варианты развития событий. Так что в случае провала переговоров с Тегераном, американцы, в принципе, были готовы моментально поднять воздух бомбардировщик и уничтожить даже самый хорошо укрепленный ядерный объект на территории Ирана. Кстати, как сообщают в эти дни американские СМИ, даже несмотря на то, что переговоры в Лозане завершились, казалось бы, успешно, США до сих пор не отказались от силового варианта. Но также известно, что испытания-то на самом деле провели еще в январе. Но военные недолго смогли удержать это в тайне. Тогда бомбардировщик Б-2 поднялся в небо в штате Миссури и сбросил бомбу на условную цель на полигоне. Эта новость, конечно, надо сказать, вызвала и очень бурную реакцию в Москве. Там испугались новые бомбы. Так, как будто Вашингтон подумывает о применении оружия против России. Ну, хотя, конечно, нет. Первым отреагировал депутат Пушков. Американцев фрагментарий назвал зомби, которые готовы, ну, просто разрушить все на свете себе в угоду. Но на такие выпады российских думцев здесь уже давно никто не обращает внимания. Огрызаться в ответ в Вашингтоне не стали. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. В России самой взбунтовались строители символа космической державы. Москва который год трубит о мегапроекте, космодроме Восточный. Но при этом как-то забывает кормить строителей своей будущей гордости. О голодовке на стратегическом объекте Данил Русаков из Москвы. Массовая акция то ли отчаяния, то ли протесты. Здесь стараются не распространяться. Строящийся космодром для властей эдакий символ великой космической державы. Но пока вместо величия лишь голодное отчаяние. Один из ведущих специалистов по духовным скрепам, вице-премьер Рогозин, в Твиттере распространил сообщение. Делегат из Москвы на Дальний Восток уже отправлен, цитата, чтобы снять проблему с зарплатами. Глава спецстроя России Волосов по замыслу Рогозина, видимо, должен оперативно решить все возникшие проблемы. Но как оно в итоге выйдет? Бывший коллега Волосова Юрий Хризман тоже все вопросы старался решать. По некоторым данным очень даже плодотворно. Сейчас он за решеткой арестовали полгода назад за миллиардные растраты. Уже ближе к вечеру появилась информация. Голодовку рабочие решили прекратить. Какое внушение им сделали кремлевские чиновники, до сих пор остается тайной. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Продолжаем подробности. Во второй части выпуска еще много интересного. Мастер-класс на дороге. Как бойцы АТО учили черкасских коммунальщиков выбоины латать. Героев Третьего рейха детям. Московский детский мир поймали на пропаганде фашизма. Овсянка, товарищ Иванов. Новая мода новых русских в Лондоне. Дворецкий и чтобы все как у благородных. Снятие моратория на продажу земель сельхоз назначения. Сегодня этот вопрос активно обсуждают чиновники, эксперты, политики, сами селяне, которым принадлежат земельные поли. Что же думают о новой инициативе в селе? Репортаж наших корреспондентов. Братья-близнецы Сергей и Дмитрий готовят поле к посевной. Считают, к вопросу продажи сельхозугодий нужно подходить обдуманно, иначе можно дров наломать, а все из-за бедности населения. Люди, скорее всего, боятся того, что может развиваться мошенничество в этой сфере. Земля может купаться и по дешевке, и, как говорится, за мешок сахара. Слова братьев подтверждает Александр Фают. У него 7 гектаров земли в субаренде. Выращивает на продажу клубнику и бахчевые культуры. Говорит, снятие моратория может таких, как он, средних предпринимателей, просто выдавить с рынка. И это явно не пойдет на пользу селу. Олигархи, которые сегодня приходят, ему надо произвести зерновые, произвести подсолнечник, который сегодня не требует много ручного труда. Он даст работу 5, максимум 10 людям в селе. А это руководитель крупного сельхозпредприятия. Считает, по-хорошему, землю продавать можно. Но не сейчас, не готовы еще. Главная угроза – плодородный чернозем за бесценок. Выкупят у селян богатые промышленные группы. А потом просто-напросто перепродадут тем же иностранцам. И чтобы этого не было, нужно подготовить базу. Куплю продажи земли нужно производить только через государственные земельные банки, где именно дальнейшим хозяином земли будет являться государство и будет нам передавать землепользователям долосрочную аренду, а мы будем платить в денежном выражении арендную плату. Сейчас в Украине действует запрет на продажу земель сельхозназначения в правительстве за снятие моратория. Это якобы будет способствовать развитию экономики, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций. Оппозиция возможное снятие моратория критикует. Просто продажа земли разорит 10 миллионов человек. Сегодня земля в Украине стоит от 500 до 800 долларов. В той же Польше она стоит уже 2,5-3 тысячи долларов. То есть пять раз... Сейчас купить землю крайне выгодно. Но надо же думать о социальных вещах. Мы заставляем людей продавать землю в самой плохой ситуации за 24 года независимости. Это мера рыночная, но она не своевременная. На следующей неделе оппозиционное правительство предложит вынести изменения в соответствующий законопроект. Не снять, а наоборот продлить мораторий на 10 лет. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Ямочный ремонт от бойцов АТО. В Черкасах они решили на собственном примере показать коммунальщикам, как латать дороги. Что из этого вышло и покраснели ли чиновники, расскажут наши корреспонденты. Строительный мусор лопата и на одну выбойную на черкасских дорогах меньше. Так усердно трудятся не местные коммунальщики и даже не горожане, которые ежедневно здесь ездят. Это бойцы АТО, приехавшие на ротацию. Говорят, надоело ждать, когда делом займутся местные власти. Мы вообще-то посмотрели по дорогам Украины, что происходит. Душа, сердце, сердце кровью обливается. Как завжди. Вот да, мы все сделаем. Мы не встегли. Мы все будем. А на самом деле, что будет? Как завжди. Обещанка-тецянка, дурная радость. По словам бойцов, много денег и усилий такой ремонт не требует. Они просто загрузили в микроавтобус мешки со строительным мусором. И лопаты и проехались по городу. Засыпали самые глубокие ямы. Горожане, завидев бойцов с лопатами, инициативу поддержали. Но только на словах. Взять в руки лопату никто не захотел. Ребята в субботний день собрались, проявили инициативу и просто огромное уважение к этим ребятам. Эти приехали на отдых, и они что, должны заниматься этими делами? А для местной влады? Где? Золотав несколько десятков ям, в центре города военные разошлись. Но обещали вернуться. Говорят, в следующий раз захватят лопату и для мэра города. Покажут ему наглядно, как нужно ремонтировать дороги. Тарас Говдя, Юлия Парпленко, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Мировая война подушками. 18 лет тюрьмы за месть в интернете и нацизм для детей в Москве. Об этом и не только смотрите в нашем обзоре. В России возбудили дело о продаже фигурок нацистов в московском детском мире. До недавнего времени в магазине на Лубянке вовсю приторговывали бюстами офицеров нацистской Германии. Теперь Следственный комитет расследует дело об унижении достоинства лиц по принципам принадлежности к ветеранам Великой Отечественной войны. Гендиректору детского мира вынесли предостережение об экстремизме и пропаганде фашизма. 18 лет тюрьмы за публикацию интимных фотографий присудили американцу Кевину Балаэрту. Парень создал сайт «Пор на месте». В сети разместил 10 тысяч снимков женщин в стиле нюса всего мира. На интернет-ресурсе американца мужчины выкладывали фото своих бывших, чтобы потом шантажировать девушек. Балаэрта признали виновным в хищении персональных данных и вымогательстве. Подобное дело первое в истории США. Американка родила в автомобильном заторе из-за кортежа Барака Обамы. По случаю визита президента в штате Кентукки перекрыли трассу и остановили движение. Роды в машине прошли успешно. Женщине помогла медсестра, которая тоже застряла в пробке. Этот инцидент вызвал шквал критики в интернете. В Белом доме считают, в заторе виновата местная полиция. Мол, перекрывать дорогу не было необходимости. 50 жемчужин в одной устрице нашла американка Тони Эллиотт из штата Теннесси. В ресторане клиентка заказала порцию устриц, но когда принялась за еду, чуть не сломала зуб. В раковине оказалось полсотни жемчужин. В ресторане, говорят, получить такое в еде все равно, что выиграть в лотерею. Поэтому весь жемчуг отдали посетительнице. Сейчас ювелиры оценивают неожиданное богатство Эллиотт. Сегодня во всем мире отмечают Международный день боев подушками. В Гонконге, прихватив с собой любимые спальные принадлежности, на улицы вышли сотни людей. Шуточные сражения прошли в центральных кварталах мегаполиса. Ожидается, в празднованиях будут участвовать жители 200 городов со всего мира. Организаторы считают, военные действия лучше вести, используя пух и перья. Главное условие таких сражений – удары должны быть легкие. А отношения к противнику дружественные. Итальянец Симоне Орегоне установил новый рекорд скорости спуска на горных лыжах. На специальной трассе во Франции спортсмен разогнался до 252 км в час. Из-за сильного ветра место старта перенесли на 25 метров ниже. Опасались, это скажется на скорости. Но нет, Орегоне обновил собственное достижение. Английский дворецкий для русского богача. Как выходцы из постсоветских стран, ну просто с жиру бесятся и делают большие кассы агентством роскошных услуг. Все причуды миллиардеров изучила наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. Добро пожаловать в Академию Беспаук. Ваша жизнь с иголочки. Так приятствуют клиентов в этом заведении. Клиентов не простых, а с миллиардами или в крайнем случае миллионами на счетах. В начале прошлого века подобное могли позволить себе аристократы. Сейчас все изменилось. Это богатые бизнесмены. Оживился рынок клиентов из Китая и особенно из России. Владелец агентства роскошных услуг Сара Рахмани говорит, что можно подделать роликс, но нельзя подделать дворецкого. Своих учеников она дрессирует по полной программе. Только особенные дворецкие могут зарабатывать по 50 тысяч фунтов в год. Очень-очень квалифицированные, способные выполнять любое поручение. Респектабельные, супергибкие, преданные работе. И поверьте, таких единицы. Как правильно открывать дверь, составлять цветочные композиции, полировать обувь и разливать напитки. При этом прислуживать требовательным работодателям и оставаться незаметным. Наука для терпеливых. Я из Франции. Приехала в Лондон, чтобы обучить дворецких тонкостям работы с разными винами. За возможность почувствовать себя аристократом, иммигранты-нувариши готовы платить огромные деньги. Сейчас в Лондоне мода на дворецких. Их насчитывается более пяти тысяч. А 30 лет назад в кризисные времена осталось не больше ста. Довольствоваться простыми специалистами богачи не хотят. И нанимают людей для все более изощренных услуг. Например, няни и стилисты для животных. Или специалисты в сфере IT, которые взломают аккаунты детей в соцсетях и станут за ними следить. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Только главное событие последних дней завтра в прямом эфире проанализирует команда подробностей недели мой коллега Дмитрий Анопченко. Вот некоторые из тем программы. Смотрите в подробностях недели. Специальное расследование. Мы раскрыли международную сеть мошенников на украинском горе. Лечение в Венгрии стало надеждой на спасение. Соломинкой, за которую родственники пациента ухватились, как за последний шанс. О чем молчат оборотни в белых халатах? Мы не имеем права общаться об обстоятельствах лечения пациентов. И как они забирают последнее у смертельно больных? Сколько вы потеряли? Какую сумму денег? Около 33 тысяч евро. Суммы, которые она оплачивала наличными, куда они шли? А это я вам не могу сказать. Медицинский туризм с летальным исходом. У меня в голове не укладывается высасывать деньги из больных раком. Это не люди. Как не попасться на удочку аферистов от медицины? Узнаете в подробностях недели. Ровно 8 вечера. Воскресенье. Ну, а я заканчиваю и сегодняшний выпуск, и рабочую неделю. Уже с понедельника все подробности будете узнавать от моей коллеги Натальи Белышевой. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин